это наверное вечер не будет такой знаете как это правильно выверенный он такой больше немножко похоже бы все-таки на творческую мастерскую в которой каждую минуту может что-то меняться художник не пишет картину вот стал из разным салон отходит смотрит что-то ему там нравится или нет он вносит какие-то поправки поэтому возможно это будет сегодня похоже именно на такое мероприятие меня зовут тимур варисов мне очень приятно что я сегодня в этом удивительном городе который ну вот город который покоряет своей и культурой и древностью и таким очень теплым духовным наполнением который восхищал рассула гамзатова и вот только когда я приехал в тбилиси я смог понять что он хотел сказать своих строках и собственно говоря неоднократно говорил потому что одно дело когда ты читаешь другое дело когда ты читаешь и видишь и ощущаешь это и ты понимаешь откуда такое восхищение было у нашего прекрасного поэта причем поэта я вот сегодня говорил о том что есть поэты ашуги да так называемые горские что увидел то пою да и рассказал есть поэты художники которые не просто нам сказали о том что вот течет вода или вот там идет девушка которые могут это с чем-то сравнивать и проводить аналоги и дорисовывать ту картину которую человек может быть и не увидел сразу за просто фактом что течет вода или идет девушка организаторами этого мероприятия ну по но понятно посвящено памяти нашего прекрасного рассула гамзатова сто лет ему исполнилось в прошлом году исполнилось но исполнилось бы не буду говорить потому что есть люди у которых бы не может быть она всегда существует дети одного дома вот именно так назвать сегодняшнее мероприятие это все организовал центр культурных инициатив кавказский дом дагестан и центр культурных взаимосвязей кавказский дом грузии грузии вот так если вы позволите я сегодня как конечно казалось бы нужно читать о дагестане как это принято спасибо большое сегодня нужно наверное читать много о грузии но почему-то мне кажется что рассула нужно рассматривать не как просто горца и не человека который имеет отношение к республике дагестан это такой поэт который художник он нам просто приятно что он выходец из кавказа нам приятно что он вырос каких-то традициях которые присущи любому селу и району гор но он открыт для наверное практически любого жителя планеты когда они окунаются в его философию поэтому сегодня больше наверное будет говориться о философии рассула как именно о человеке как художники о мудреце поэтому я хочу все-таки сейчас открыть как-то наверно более официально и пригласить сюда сотрудник кавказского дома тамара у джух ну честь пока не поаплодируйте никто не выйдет наверное да давайте вас ну раз мы у вас гостях то наверное все таки вам надо предоставить слово ну как когда в гости приходишь мы же не откроем дверь до всему привычал чего здравствуйте проходите садитесь мы пришли ну чтож дорогие друзья я вас всех приветствую в центре культурных взаимосвязей грузии кавказский дом я совершенно не ожидала что я буду первой это большая честь но нужно сказать что из-за сложившейся ситуации мы может быть не встретили должным образом вас но очень приятно видеть дорогих гостей из дагестана которые приехали к нам в этот очень важный замечательный день и я хочу просто еще раз поблагодарить за то что вы нашли время возможность и приехали это честь я кавказского дома ваше присутствие и кроме огромной благодарности ничего не могу сказать вот мы с нашим другом сейчас говорили о том что здесь нету тех людей не присутствует к сожалению из-за ситуации нашей которые могли бы очень глубоко очень с таким большим знанием творчества расула гамзатова здесь бы они выступили блестяще но сегодня такой возможности нет он не обещал он сказал что я обо всем скажу я скажу глубоко я скажу интересно и я буду говорить о философии творчестве расула гамзатова а не только о том что он великий сын кавказа это все мы знаем да вот я буду ждать его доклады и другие выступления но я хочу вспомнить два момента очень важных для меня для моей жизни потому что мне посчастливилось побывать в дагестане не раз почему почему я ездила в дагестан с представителями кавказского дома где вы присутствуете потому что где-то в семидесятых годах в грузии в нашем центре возникла такая идея создание спора и создание лучших образцов фольклора народов кавказа конечно же дагестан должен был присутствовать и мы знаем сколько народностей дагестане и как он многоязычен какой-то интереснейший регион и решили долго думали выбрать 7 народности потому что всех невозможно было это были значит мы решили аварский даргинский лакский кумыгский табасаранский гизгинский татский представить эти фольклорные образцы работа длилась долгие годы это многотомное издание издана как на грузинском в отдельных изданиях так и на русском языке и вот по этому поводу мне пришлось с моими друзьями из кавказского дома приехать махачкалу в этот замечательный город я впервые была там наши коллеги никого не знали из ученых литератов творческих людей дагестана ну мы хорошо знали расула камзатова и пришли к нему в гости в союз писателей это был как-то незабываемый день человек может быть великим творческим деятелем может быть великим поэтом может быть великим ученым но его твой вот как личности очень мы были совсем молодые тогда но несколько девочек приехали к нему с такой большой идеей он же мог как-то нас послушать сказать знаете дети хорошо что вы приехали но это невозможно ну как же вы будете переводить аварские тексты на грузинский язык допустим но на русский переведут вы что хотите перевести с русского это будет неправильно потому что вы потеряете весь цвет всю красоту всю важность того или иного текста очень сложно переводить фольклорные тексты он послушал нас мы так рассказывали эмоционально о том как этого как мы хотим все это сделать и сказал я вас познакомлю с человеком который вам поможет мы тогда хорошо не знали его брата гаджи гамзатова когда тогда был директором академии наук дагестана вот с его помощью пришлось познакомиться потом со всеми сотрудниками этого научно-исследовательского института долгие годы мы дружили они приезжали мы тоже и вот сотрудничество этих людей помогло нам осуществить эту идею издать этот огромный труд это первое второе то что когда у нас есть такой проект в кавказском доме который называется народный университет почему потому что принимают участие многие разных специальности люди но всех их интересует кавказ интересует регион где они проживают и так далее и вот мы решили попросить их сделать серию документальных фильмов о знаменитостях кавказских и не только кавказов один из них был расул гамзатов и его творчестве и его жизни а его биографии а его произведениях самых важных студенты много работали в архивах по интернету искали и сделали замечательный фильм о жизни и деятельности расула гамзатова вот эти две вещи я хотела вам просто дать информацию и мы хотим сейчас сделать на русском титры и присылать вам дагестан спасибо большое спасибо спасибо ну Ну, я не знаю, можно ли рассказывать о творчестве Расула, как вот, знаете, он там родился в таком-то году, столько-то всего сделал. Я, честно, я люблю Расула, потому что я его открыл для себя совсем не тем, каким его представляют, как правило, чиновники. Когда речь идет о поэте народном, с какими-то званиями, который является каким-то официальным поэтом, неважно какой страны, какого региона, у нас, у вас, за границей, в Европе, этого человека определяют с толпом именно чиновники, те, кто сидит наверху. И не всегда их видение совпадает с мнением обычных людей, потому что не факт, что они сами достаточно творческие. Вообще, вряд ли, честно, по-моему, такие творческие глубокие люди бывают там, по-моему, нет. Иначе немножко все по-другому было бы. Но я хочу сказать, что Расул открыт больше как именно мудрец и философ. Человек, который, знаете, он... Мы же все, когда молоды, мы же тоже пишем стихи. Все где-то втихаря, кто-то в школе, кто-то в университете, кто-то влюбился, кто-то напился. Ну, разные ситуации жизненные бывают. Но и зачастую мы подбираем такие простые слова, мы рифмуем как бы свои какие-то эмоции, не заходя глубже дальше. В том числе, почему еще очень много стихов похоже, и вдруг выбивается кто-то один, потому что мы все примерно живем в каком-то маленьком штампе примерно... Примерного набора слов какого-то, да? Я люблю, я любил. Река, стихи, как горы, как сосны. Я там, ты бригантина моя. И дальше не вырастает. А мне понравился Расул тем, что он вырос настолько глубоко из всех строк. И писав в молодости о мудрости какого-то старшего поколения, ты понимаешь, что он к своим годам перерос эту мудрость настолько, что за ним можно ходить и просто подбирать, собирать и так далее. А по поводу перевода, вы знаете, Расула много раз. Я вот сегодня буду читать стихи, и возможно кто-то из вас, кто из вас слышал аварский язык вообще? Ну, это примерно грузинский, только еще хуже вот так вот. То есть там, да, то есть его услышать, его произнести, это у нас очень похож... Вот даже вот мы с Мадиной смотрели, мы сравнивали алфавит, ну, там практически аварский и грузинский идентичны. Огромное количество вот этих словосочетаний букв, да, которые произнести очень сложно. Я, когда в пиццерии был, я не люблю, например, мягкий вот этот чурек, так мы говорим, да, с сыром якобы пицца. Я люблю, чтобы тесто было такое хрупкое. И я сказал, я говорю, девушка, попросите повара, чтобы она тесто сделала прямо вот куанк, вот такое. Она сказала куанк, а я повторю. Ну, она даже, она говорит, я это повторить не смогу. Ну, и Расулы, безусловно, часто критиковали и подкалывали все, что, ну, что вы там, какой-то горец, аварец там писали у себя в горах, якобы такие красивые проникновенные стихи, которые потом все читают на русском. Но дело в том, что Расул, опять же, мудрый человек, он сказал, я очень благодарен переводчикам, и я не скрываю, что я стал популярным благодаря переводчикам. Потому что, если бы не они, как люди другой национальности, другой конфессии, проживая за сотни, порой тысяч километров от Дагестана, узнавали бы о Дагестане. А варские, они бы не поняли, как мы бы не поняли с вами японские, мы бы не осознали, что это великий мудрец какой-то может быть. И он тогда говорил, что вот именно я благодарю переводчиков. И те, кто пытался его как-то зацепить, они немножко, конечно, затыкались. А по поводу Грузии, ну, тут вот у меня столько собрано, честно говоря, я даже не знаю, что найти, с чего начать. Я, когда сегодня буду читать стихи, согласитесь, такими гортанными звуками очень сложно передать эмоционально стиху. Вот тот, кто аварец, даже вот, например, наши же народности, кумыки, там, лезгины, они не поймут, не просто слов, им сложно понять вообще, а что за стихотворение, там эмоций практически нет. Таким языком горским очень сложно передать эмоции, и тогда ты превращаешься вот именно в художника, который в этих словах может передать то, что невозможно передать красотой языка. Русский язык, его сложно учить, но в нем есть огромное количество вот таких моментов, которые могут передать, ну, английский язык, он сам по себе лирический, такой очень красивый, лакский язык, дагестанский, он прям создан для того, чтобы петь, прям фантастически просто. Там эмоции передать легче. В аварском сложнее, поэтому, может быть, когда вы будете сегодня слышать определенные слова Расула, вы поймете, как глубоко он понимал, что вот его слова должны быть переданы людям. Я все равно прочитаю про Ираклию. Прыгнув в поезд с перона ночного, укатить бы мне в Грузию снова. В первый день, как положено другу, я попал бы к Ираклию в дом. И стихи мы читали по кругу, я вначале, Ираклию потом. Вслед за первым день новый, не так ли, озарил бы в полнебо восток. И поэтов бы кликнул Ираклию, чтобы с ними я встретиться мог. Обнял бы всех, бы я им не кунакли, через сутки залез бы в вагон. И меня провожал бы Ираклию, передав Дагестану поклон. Все дела мне хотелось бы снова суток на трое вдруг позабыть, прыгнуть в поезд с перона ночного и просто в Тбилиси к друзьям укатить. Вот, да, спасибо. Не все. Мне почему-то нравится, знаете, я не знаю, как он так чувствовал Грузию, потому что в его стихах, ну, он, наверное, дарил себя многим народностям, и это отражено во многих его книгах. Но почему-то, я не знаю, чем-то, видимо, вы так близки. Я не знаю, почему. Вот я практически везде, наверное, пожил. Я много где был, много где общался с разными народностями. Интересно всегда узнавать, о чем они, как они живут, чем они думают, чем мотивируются. Ну, что-то грузины как-то мне нравятся. Не знаю, что вы там натворили, что вас подкладывают в еду. Ну, как-то очень душевно, очень душевно. Мехобирашвили, можно я вам предоставлю слово? Я просто хочу сказать, что с Дагестаном меня связывают уже давние серьезные узлы, потому что я родился в том регионе, в Кахетии, где рядом с нами живут дагестанцы, алгарцы. Это Чантлискура, Тиви, Сарусо называется сейчас, и была еще одна деревня, Тхилиц-Ару назывался. И у нас, в нашей семье, у всех, селу Ахасопели называется, вокруг этого села проживают наши дагестанцы. Мы даже фильм тоже сделали, Кавказский дом, сделал фильм, я потом, может, отдам этот фильм. Ну, как могли мы там с любовью. Это были замечательные моменты, когда мы с Хосе туда ездили. Мы попросили, что что-нибудь этнографическое записывать. Допустим, свадьбу. Как справляют, так и свадьбу. И вся деревня, от маленького до старшего, пришли и настоящую свадьбу там сыграли. Это было замечательно. У нас в этом фильме тоже есть. Можно потом подключить вот этот фрагмент отдельный. это, в этом фильме. Вообще-то, еще сказать, вспомнить, что когда мой отец и мать поженились, они на лошади поехали в Дагестан. И месяц-два жили у пастухов в Самурской ущелье. Потом приехал, и через несколько месяцев родился я. Удачная была поездка. Удачная была поездка, да. У нас очень много кунаков среди дагестанцев. Очень хорошие ребята. Там борцы замечательные всегда. У нас всегда, когда было религиозное, даже в воскресенье, там собираются грузинские борьбы, там проводились. И вот они тоже приезжали, приходили к нам вместе. Они сильные борцы были. И мы потом вместе кутились, там за столом собирались. Вот эти вещи я хотел бы вспомнить. А насчет Расул Гамзатова. Я с детства слышал, вот как мой отец и мать тоже был филологом, они вместе иногда читали замечательную книгу, это мой Дагестан. Это было переведено на грузинском языке. И я все эти мудрости, Абу Талиба, это мудрость всего дагестанского народа, аварского народа. Это было замечательно. До сих пор я помню некоторые эпизоды, сейчас не буду рассказывать. Так что у нас самые хорошие у грузин, настоящие и научные, и дружеские в отношении с дагестанцами. Когда было трудно, вот из моей деревни, уезжали на Ласядьях, туда продавали вино, оттуда привозили сыр, настоящий хороший сыр. И вот эти были, когда это самое, настоящие, вот дружеские взаимоотношения. Я очень горжусь, что я вырос в таком среде, где любили дагестанцы, грузины, уважали, уважали. До сих пор это продолжается, потому что эти села, опять-таки, там живут, проживают, и некоторые же не хотят оставить это самое, хотя бы у них возможность есть. У нас там тоже есть дома, и здесь тоже проживают, и до сих пор это все продолжается. Мы много слышали, конечно, о дружбе Расула Гамзатова с грузинскими поэтами. Вот вы сейчас прочитали свихотворения Ираклия, Абашидзе и другие тоже есть. Я как-то, у меня была маленькая книжка на грузинском языке, я, к сожалению, не смог найти на этот раз, но все равно, мы вот с Мадиной поговорили, что пусть будет эта маленькая репетиция для дальнейших встреч. И будем вот по-настоящему, как Тамара говорила, что вот с честью, чтобы встретить вас и вместе, это самое, еще раз отметить вот наши взаимоотношения и говорить о таком великом поэте, как был Расул Гамзатов. Спасибо. Вот, кстати, сейчас вспомнил, когда мы говорим о том, что Дагестан плотно сотрудничал, всегда сосуществовал именно как в качестве границ с Дагестаном. Здесь у меня есть такая штука, я не все знал, я тоже где-то что для себя открывал, потому что для меня Грузия, это вот ты слышишь, Грузия, восхищение, но сказать, что я много знал или как-то интересовался историей, ну как-то не случалось в жизни, но так уж получилось, что мне рассказали о том, что дагестанцев называли леки, ну такие бандиты, хулиганы такие, школьные, да, и, ну, видимо, это так бывает всегда, когда соседствуют, и вот, например, мой родной Гунипский район, я аварец, рядом, прям рядом, вот так проходит Лакский район, это совершенно другая национальность, со своим языком, мы где-то похожи, ну, догадайтесь, сколько лачек теперь проживает в Гунипском районе, логично, поэтому, когда нам сказали, что очень часто детей даже пугали таким моментом, что придет леки, смотри, это какой-то страшный зверь, и вот потом, как раз, Ираклия Башиджи, когда назвал Расула своим другом, появилось стихотворение леки, это Расул написал двухлетней дочери Ираклия, такое, она называется такая колыбельная, и вот посмотрите, как в ней, на мой взгляд, интересно отражена вот такая, как сказать, необычная подача, что все не так уж может быть плохо, невзирая, да? Позади остались реки, гор заснеженной хребты, в дом к тебе явился леки, отчего ж не плачешь ты? Или тебе в кругу домашних целый вечер напролет, о моих набегах страшных мама песен не поет? Мной пугали в давнем веке малышей своих, они спи, не то прискачут леки, баю-баюшки усни. День прошел у перевала, ходит месяц в облаках, и спокойно задремала девочка в моих руках. Опа! По ущельям мчатся реки, и тебе в твоем краю теперь напевает добрые леки, баю-баюшки, баю. Вот посмотрите, как вроде все просто, и на самом деле человек все сказал. Все можно объединить, при желании соединить сердца, и тогда, наверное, много получится. Сегодня, так, давайте я попробую, у меня есть стихотворение, которое я бы хотел прочесть, прежде чем мы перейдем к каким-то видеоработам, а их здесь достаточно много. Возможно, это не специально, ребята, но так получается, что часть стихотворений очень созвучны тому времени, которое сейчас проживает и человечество в целом, и вот та ситуация, в которой мы оказались сегодня в Грузии. Поэтому я все же их прочитаю, потому что они существуют всегда, вне зависимости от того, кто мы, где мы. К сожалению, так человечество устроено. Очень люблю это стихотворение. Я не могу объяснить, почему. Возможно, просто надо прочитать, а вы, может быть, свои сделаете выводы. Болеет природа, болеет наш век, болеет страна и отечество, болеет в отдельности всяк человек и в целом все человечество. Природа, воспрянь, постарайся, найди немного такого снадобья, чтобы не люди заново стали людьми по образу и подобию. Меня бережешь ты, но кажется мне, что лучше хотя бы из жалости от злобы людей уберечь на земле, от ненависти, от жалости. Я думал, война исцелит дурака, научит любви поколения. Увы, человек не умеет пока. Ошибся я, к сожалению. Вот так. Спасибо. Может быть грустно, но почему-то в нем, в этом больше мне кажется не грусти. Знаете, кто-то говорит, ой, погода такая пасмурная, так грустно, а кто-то в этом наоборот находит что-то очень легкое. И вот, кстати, вчера был разговор, вчера был дождь, мы катались по Грузии, где мы были и восхищались, это было очень красиво, фотографировали. А я вчера сказал, это хорошо, что я приехал в дождь, потому что, когда пасмурная погода, небо затянуто тучами, казалось бы, ты ярче воспринимаешь вот этот невероятный контраст природы. Солнце, ну что, ну залило все, ну от площадки, там от камня отсвечивает, ты не можешь оценить красоту солнца, на зелени, ну зелень, она немножко тускнеет, как бы не было от солнечного света. А вот когда вроде небо пасмурное, тогда совершенно иные краски, и я очень рад, что именно таким вчера, таким вчера увидел вот грузинскую природу. Приветствую всех, спасибо большое, что предоставили мне слово, для меня это большая честь. В университете Лаварский мы изучаем уже фактически, фактически с начала открытия кафедры кавказских языков, 91-й год уже сегодня исполняется этой кафедре, и надо отметить, что не было года, может быть, было одно-два исключения, когда кто-то из студентов не изучал баварский язык, хотя бы временно. вот это можно сказать рекорд из всех кавказских языков сорвал именно аварский, несмотря на то, что другие направления, они, казалось бы, более популярными должны быть. Еще надо сказать, что единственный поэт из всех писателей и поэтов Дагестана, чьи произведения попали именно в учебные курсы как образцы аварских текстов, это именно Расул Гамзатов. И ему же его же спорник стихотворений из всех тагестанских писателей отдельно был перевезен, как сборник, извините, я на русском плохо говорю. Одним словом, есть много что, чем Расул Гамзатов отличается не только как поэт для художественных людей, но и для ученых он тоже заслуживает свое достойное внимание. И я надеюсь, что так будет продолжаться, и надеюсь, что и другие дагестанские писатели грибают получат и получат такое же внимание, как заслужил Расул Гамзатов. Что касается самого речи, разговора на аварском языке, в самом университете мы изучаем только теоретические аспекты, а вот уже практику осваивания аварской речи обычно происходит в аварских селах Грузии. Обычно мы там едем на экспедициях, и вот так начинается весь этот процесс. Вся эта сложность аварского языка раскрывает красоту этого языка, и мы надеемся, что в дальнейшем уже на научных экспедициях не только я, есть еще один другой студент, очень талантливый, очень заинтересован аварским языком, и в дальнейшем мы будем не только изучать аварский язык, но и еще и говорить на нем, и это будет не один какой-то исключительно студент, а это будет уже целое новое поколение. Спасибо. Говорят, земная жизнь подобна странному предмету одному, что сначала кажется удобным, а потом не нужен никому. Говорят, что бытие земное, как лавина снежная в горах, раскалится солнце золотое, и она растает в пух и прах. Как вода в кувшине убывает, так и дни проходят чередой. Говорят, что люди убивают время безнадежной суетой. Я же не сторонник этой мысли. Если бы и вправду было так, на планете вместо светлой жизни воцарились пагуба и мрак. Вечен тот, кто пашет на рассвете и в полуночь пишет дерзкий труд, чтобы было чем гордиться детям вечен Данте, Пушкин и Махмуд, кто сказал, что канет все бесследно в роковой мифической реке. Мы с тобой останемся легендой на родном аварском языке. А вот сейчас мне я честно скажу, я это стихотворение не читал. Ну как не читал? Вот сейчас которое я хочу прочитать, я не знаю его. То есть я увидел просто, как сказать, с чего оно начинается и подумал, я должен его прочитать. И я сейчас по факту я прочитаю его первый раз. Я не знаю насколько получится прочувствовать, но я попробую. Дорогая Нана Гвинепадзе, чудин, понятно, да, почему я сразу выбрал это стихотворение и дальше не заглядывал. Дорогая Нана Гвинепадзе, чудин твой Белиси в самом деле, но хочу я нынче любоваться не красой проспекта Руставелли. Дорогая Нана Гвинепадзе, что мне стены в шрамах да бойницах, я хочу сегодня любоваться звездами, что прячешь ты в своих ресницах. Может, в них и кроется причина, почему с дружиной нередко с Грузию тянула Рожбадина моего неласкового предка? Разве мог он, дикий, хромоногий, дома тихой жизнью наслаждаться, если через горные дороги можно было до тебя добраться? опершись. Опершись накованное стремя облаков попахаю касаясь, я бы сам, наверное, в это время увозил трепещущих красавиц, седлых ясноокий подарки привозили прадеды с собою. Может, потому теперь аварки славятся грузинской красотой. Вот так Расул говорил о прекрасных грузинских женщинах. Так, вот очень интересное стихотворение. оно тоже, вот, я же говорю, очень интересно заглядывать немножко за кулисы общепринятого, да, можно же было прочитать какие-то другие стихи о Грузии прекрасно моя грузин, ну, понятно, прекрасно, это понимает каждый человек. Мне нравится то, как он это видит по-своему, вот, не могу описать. На тебя сквозь радость я и слезы нагляжусь ли? Милость прояви, пусть на грудь твоим не лягут лозы. Грузия страна моей любви. Пушкина и Лермонтова тени обрели здесь царственную власть, и всегда я счастлив на коленю пред тобою Грузия упасть. Это говорит народный поэт Дагестана. Ты прости мне, молодую смелость, что когда-то прибыл как поэт в твой предел я Грузия, где пелось истинное слово с древних лет. Над Курой идя я паскальной грани мог я сдвинуть к своему стыду, если бы великий Чиковани мне не подал руку на ходу. Приезжал я гостем к Леонидзе, к Моргиане, только вспомню их слезы сами начинают литься, и с небес звучит грузинский стих. Ночь была, я шел понять не в силе, отчего как будто ночи нет, и сказал Иосиф Нанешвили, это нам Медея дарит свет. Это мне кажется нужно прочувствовать так, чтобы себя почти ощутить грузином. Вот я когда читал вот это, мне было ощущение, что человек чувствовал себя грузином в тот момент, когда писал. По-другому вряд ли это можно, наверное, я не знаю, как по-другому можно расценить. Но раз уж я говорил о какой-то на мой взгляд все-таки мудрости, которую Расул пронес через свою жизнь, то есть не просто остался поэтом, а философом, человеком. Очень странное словосочетание, наверное. Но я хочу, чтобы прозвучало вот такое стихотворение. Ох, как его тяжело, наверное. Молю Всевышний, рассеки мне грудь, чтобы душа очистилась от скверны. Бывали и зато не обессудь слова мои порою легковерны. Необлачный, земной мне выпал путь. Я предавался мыслям греховодным, к тому же я считал себя свободным, а может вовсе не в свободе суть. Слыхал, что в бездну адского огня отправил ты, не послабляя рока певцов любви, что были до меня во всех пределах твоего пророка. Но кается ли в том, что пил вино, что слазь делил я с женщинами ложе, а если бы покаялся, ты, Боже, поверить мне не смог бы все равно. Но заклинаю праведный судья, в том моего не усмотри порока, что хадж любви, как мусульманин я держал не только к женщинам востока. Ты мне другие отпусти грехи, обиду, нанесенную в гордыне, и дружбу с подлецом и те стихи, которые я не писал бы ныне. Признаюсь, по житейской простоте меня в мечетях люди не видали, где жил я, Боже, ангелы и те святыми оказались бы едва ли. Несу в душе я не один изъян, но верь мне на слово, я не безбожник, и душу досмотри ты, как таможник, что заглянул для вида в Чемат. Сегодня у нас представлена выставка «Планета Расул» проект Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахугоди. В экспозицию вошли фотографии разных лет жизни Расула Гамзатова, яркие моменты, путешествия, семья, встречи с поклонниками, коллегами, друзьями. Сегодня вы уже посмотрели, наверное, или у нас будет еще сегодня показ видеоролика. Он демонстрировался, пока мы все это читали, да? И последним открытки. Мы, вы можете подойти и забрать открытки. Кстати, ими тоже занималась Мадина, вот она куда-то ездила, что-то фотографировала. Ну, я надеюсь, что мы осенью все-таки встретимся и будем все уже, да, здесь русский текст и на аварском. Не совсем, я вам честно скажу, вот опять же, какая ситуация. Скажите мне, вот вы встречаете грузина, незнакомого, он начинает с вами говорить, естественно, на грузинском языке. Вы можете понять и догадаться, из какой он области Грузии, или все примерно одинаково? Разные, да? Разные? А на сколько? Просто, вот смотрите, аварцы, одна национальность, существует один литературный язык. Но у нас, наверное, порядка семи или восьми Мадина, да, наверное, разных районов аварских, там совершенно другой язык. И ты говоришь, он аварец, я аварец, мы вообще друг друга не понимаем. То есть, ну, какие-то слова, естественно, одинаковые, остальные нет. И ты лишь можешь, спасибо, мы один и обе, мы можем догадаться, о чем он говорит. Либо мы должны все обе переходить на литературный язык. Поэтому сказать, что, например, о чем мы говорили сегодня переводы, неважно, с грузинского или с аварского, не скажу, что все, например, согласятся, что этот русский текст соответствует тому, что здесь написано в углу. Кто-то переведет по-своему, кто-то немножечко изменит. Но это интересно. Я надеюсь, что осенью мы все-таки сможем закончить работу именно о дружбе и творчестве Расула, связанного с Грузией. Почему осенью? Потому что сейчас непростое время. И заканчивая вот этот вечер, я хочу прочитать стихотворение. Вчера лично оно меня очень тронуло, тем более мы возвращались домой и везде хроника, телевидение, телеграмм сообщают о том, что происходит в стране. Писал не я, писал Расул, писал не вчера, как мы понимаем. Но почему-то сегодня оно оказалось для меня очень таким к месту. Меня и остальных спаси судьба от помыслов дурных. Возвысь, мой дух, дух в надежде не покинь, и не спошли мне мужество. Аминь. Да будет весть отрадно для меня, а честь дороже злата и коня. И все как есть, и спей, не половинь, отзывчива душа моя. Аминь. Да сбудется все доброе, что мне минувшей ночью виделось во сне, но станет я в пусть горькой, как полынь, коль поступлюсь я истиной. Аминь. Да обернется святостью мой грех, и впредь, да, буду утверждать при всех, что нет для поклонения богинь достойнее возлюбленной. Аминь. Будь к миру милосердная судьба, и солнцем лишь его касайся лба, и память укрепи в нем, и отринь войну от человечества. Аминь. Я очень надеюсь, что благодаря вот этому Аминь мы с вами встретимся осенью и будем друг другу улыбаться. Не потому, что мы друг друга любим или уважаем, а потому, что наши жизни, те, кто нас окружают, они живут в мире согласии, добре, и никакие невзгоды не могут повлиять на то, что мы остаемся мыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова